всем привет друзья ну что сегодня наш первый видеоролик из нашего любимого петра заводска мы вернулись домой буквально сегодня утром 7 утра мы приехали так как мне не удалось совсем поспать поезде об этом я расскажу немножечко позже то после того как мы проводили ромашку садик я легла подремала пару часов и все потом стали вроде все бодрячком сейчас уже летим с ромашкой садик очень все попозже расскажу погода вообще просто тоже огонь 20 градусов идем жарко классно вообще и всю неделю смотрим тоже теперь только меньше не будет где-то даже будет еще больше вот так что мы домах забрали рому отчеток темно сказали будет жарко разденься а пришли все шапка надета куртка надета все надето тебе за четко огонь ромашку подстригать будем рома захотел кружиться детском мире горит можно купить нас через сколько выпускной через два дня сегодня будет репетировать танец выпускной так мы зашли магнит рома захотел макароны с сосисками взяли сосиски сейчас макарон еще возьмем ну и че нить еще масло было честно не знаю короче как обычно хотели чуть-чуть взять макароны сосиски и чего-нибудь минус 1000 это сосиски мы там вообще скидка ворвали сосиски по 370 рублей великолупские сливочные 650 грамм а сейчас там скидка не скидка 140 рублей что там еще нормально сэкономили ну что мы уже пришли во двор дошли до дома здесь встретили ярослава у нас со школы как раз только шел и в общем так как ромашка у нас на прыгался набегался уже сегодня в садике нагулялся они пошли домой мы решили пять минут так посидеть на свежем воздухе уже привыкли как-то в с утра до ночи на свежем воздухе уже домой и не хочется вот но пока тут сидим расскажу почему очень не удалось поспать вообще на моей памяти за последние лицем это была самая некомфортная поездка для меня я всегда очень любила вообще этот поезд фирменные всегда была уверена что так прекрасно все пришел как раз вообще отлично в начале 12 лег сразу и все можешь посмотреть немножко фильмец на послушать музыку неважно там да и заснулся и проснулся в 6 траках белый человек все хорошо но блин в этот раз как-то вообще не комфортно все было нам еще не повезло начиная с того что во первых очень сильно дул кондиционер очень прям было нереально холодно я из-за этого лежала всю ночь рому накрывал но у нас ром были нижние места ваня с ярославом верхние днами я лежала всю ночь смотрела за ромой чтобы накрыть его чтобы он не замерз потому что дуло очень сильно я вообще задубела плюс ко всему этому на нижней полке напротив нас а мы еще хотели изначально купить тут два нижних одна верхняя одну боковая нижняя ну что-то не стали так брать в общем боковой нижней купила женщина женщина храпела как трактор на весь вагон а в наушниках смотрела фильм причем довольно таки громко и я все равно слушала ее я не знаю как свои листы либо угодно я не могла заснуть абсолютно периодически она просыпалась видимо сама же от своего храпа и когда она просыпалась она вот так вот просто смотрела на меня садилась и вот так смотрела на меня причем я уже потом не выдержал ее открытую говорю что вы так смотрите на так на меня смотреть на диване как бы тоже некомфортно переоделась пижаму да я лежу и вообще ключ плюс постоянно сегодня вообще я не знаю там вагон засых какой-то был просто каждые две минуты хлопали двери дико хлопали я таких невоспитанных людей я не знаю не видела понятно все там ночью могут ходить в туалет еще что там но мы практически всегда берем в конце вагона второе купе до от туалета что мне у самого туалета второе и мне принципе никогда там не доставляет вообще дискомфорт вот этой двери всегда все как-то ходит тихонько прикрывается собой даже там защелкиваешься за двери как бы ну так слышно тихонько ну вообще игру по двое суток ездим в анапу всегда берем тут же места вообще не было дискомфорта здесь все ходили просто так уж и вот они вот так с ноги эти двери фигачены и это просто каждые две минуты каждый я не знаю и вообще это все в куче этот храп это вот смотрение на тебя этот кондиционер это хлопание дверьми туалета в общей сложности наверно не знаю за всю ночь я поспала может 30 минут это это вот собирательно тут две минуты там три минуты вот только начнет вырубать открываешь глаза и и все поэтому очень не выспалась не было настроение вообще абсолютно с утра злая была хотя всегда любил этот поиск всегда мне казался самым комфортным как добираться до до питера вообще прям загрустнулась немножко ладно мы пришли ромашку собрали садик отвели все пару часов подремала и как бы вроде все хорошо чувствую себя человеком сошли с ромашкой может клубнику так они попробовали шашлы садика рома говорит что идем есть клубнику я говорю идем есть клубнику так что в общем сейчас пойдем домой есть клубнику обязательно расскажем вам как она вкус может так и не пробовать пахнет она очень вкусно вкус не пробовали еще сейчас посидим пару минут и пойдем увидимся с вами дома так ребята у нас уже совершенно другой день до нас наступил следующий день мы вчера когда пришли домой во первых мы сейчас забыли снять видео показать вам клубнику а во вторых потом уже читала вот в общем клубника начала немножечко портится но в принципе не сильно нормально все мы еще раз промыли все все пистики оторвали в общем поели пахла она вкуснее чем она была на вкус не страшно было не вкусно просто она была еще не совсем спелой скажем так некоторые ягоды прям летние некоторые немножко такие еще воде исты не хватало вкуса вообще да как сказать ну в общем мы поели клубники потом из остатков ягод сварили компот вот сейчас у себя ромашка в садике и мы в общем решили сходить посмотрите рубашку может быть ему новую масса рубашку новую на выпуск но еще у нас есть немножко времени где-то наверно час сейчас пойдем магазин посмотрим нашли рубашку зашли в детский мир сначала тут три магазина среду зашли в детский мир вот такая классная мне нравится у ярика была подобная такой же ткани с таким же вырезом такой не было такого кармана вместо этого это из такой ткани здесь на локтях короче были прикольные типа заплат очки 1200 ну как-то для нового праздника на три часа что-то как-то а к школе к осенью я думаю что может она уже мало будет там что-то попроще хотелось бы конечно кстати с питера приехали у меня опять началось чихание я подозреваю что у меня какая-то аллергия на какое-то дерево возможно 1200 все вон рубашка это обычно не хочет вообще излеча рубашки нас естественно есть далеко не одна хотя что-то интересное за 1200 и обратиться на выпускной конечно покупать мы не будем школе может мы допустим не надо мерить потому что попутно смотрим мало ли чем на юг 500 рублей не штигры у меня вот такая была один раз футболка из такой ткани вообще классно он 200 рублей в детском мире ничего нету вот пара вариантов за 1200 было а я говорю если покупать школе до чтобы на что ребенок поносит хотя бы месяц от рубашку но конечно можно было купить а тут впереди лето ребенок вырастет на один день на три часа покупать но и была одна голубенькая с коротким рукавом там по 400 рублей что мы идем вот в восторг сейчас пытаемся вниз в другом магазине вот такие костные не подорожают так и есть но по 500 было до 600 и 1000 рублей так вот тут за 600 рублей есть такая рубашечка и на кнопках что очень удобно да детям неудобно с пуговицами с этими здесь на кнопочках голубенькая тоже с коротким рукавом еще 450 пуговицами тут не кнопки тут пуговицы на синенькая 400 это огромная такая это тоже просто голубая вон там на смотри сверху 400 ну а там такая же с коротким каком 450 а там ткань чуть-чуть другая ну тут вообще самого такие пуговицы белый потрачный 400 ну до 400 вообще не жалко до купить на праздник рубашку нужно нас да я понимаю что дети вырастут через пять минут когда следующий подушки прикольные такие мягкие когда кого-то прозрачная они не могли на каком-то может быть за канал да ну вот тут вот у кого-то мы не будем здесь надолго задерживаться погнали еще ниже так здесь вот есть вообще целиком костюмы за тысячу рублей рубашка штанишки штаны на подтяжках и бабочка тысяч рублей все нам костюм не нужен у нас брюки новые потом то что тоже костюм да 1200 тут же просвечивается тут что не очень такого плана у нас похожее есть 630 рублей тут тоже ничего тоже на а вот на кнопках тоже класс тут все какой-то огромный уже а ну вот типа тут тоже видите такие заплатки вот у Ярслава там была на рубашке так ребята в общем мы ничего не купили и сейчас выдвигаемся за ромашка в садик там рядом с садиком есть торговый центр тоже там быстренько забежимся в один магазин посмотрим но пока мы идем смотрите какая красота просто кругом все в черемухе и запах стоит ну просто невероятный не нужно подходить к ним чтобы почувствовать этот запах потому что пахнет за 3-9 милин жалко что камера не передает конечно запах но это вообще что-то нереальное просто все в черемухе ну и зато машины едут и пыль вся нафиг на нас вот это хоть помедленно едет только что машина пронеслась тут вся пылища поднялась в общем идем за ромашкой в садик так все забрали рому ты кушал это что секретная информация еще дети уже естественно гуляли потому что погода отличная несмотря на то что сегодня нет солнца на улице плюс 20 и как бы довольно тепло можете наблюдать я в футболке единственное что ветрено поэтому ромашка ветровки а вчера дети даже в садике гуляли в одессе вот так вообще очень тепло хорошо но единство что завтра обещают дождь чем один день я повторяла погоду на неделю вперед и блин у нас я реклама и построил на неделю вперед погоду и один обещают завтра то что может быть все таки не будет надеюсь мы сейчас подождем короче я река надо ключи ему отдать на то я у дома я брелому садика недалеко прогуляюсь до вас что в общем сейчас подождем ярослава и потом рубашечку пойдем померить и все и потом значит наверно там в общем тут тоже ничего такого нет проба все кто написал все пишут что пойдет белый так и белый на самом деле и дома достаточно в общем не знаю пойдем домой померяем свои белые рубашки да что белый там мы видели опять на белую там можно взять потому что как бы я сначала не хотела белую я реклама привязали новости тоже ходил скинье и там все тоже были разноцветные ребята а тут как бы что-то я думала-думала вдруг все белом придут не знаю чего взяла но я написала и вот пока сейчас идем домой смотрим белые рубашки если нету то идем покупать там белую рубашку я до этого были есть а белые в смысле есть учитывая что мы в том году нашли новую рубаху шикарно которая уже маленькая может у нас дома всего всего есть я вообще очень много и очень часто покупаю детские понятно что мы снимаем далеко не все но я никогда не могу быть мимо детских вещей в магазине даже если пришла к себе не знаю за красотными я обязательно зайду в детский 90 процентов что это что-нибудь куплю и очень часто вот была так что мы периодически там раз в полгода там разбираем шкафы и оказывается что у нас там еще гора новых детских вещей которые дети уже переросли и у нас что так было с я реком что с ромой та же самая история достаешь там куртку осады как классно меряешь она уже маленькая кроссовки туфли сейчас у нас две новых куртки висит а не забыть про них осенью и зимой вот короче так что не знаю вещей просто я не знаю у них там такой гардероб огромный ну ясен понятно что он резко сейчас вырос за год и все что маленькое мы пораздавали поотдавали и у него сейчас поскромнее гардероб а у Ромы то я не знаю на все случаи жизни одежда надеюсь и рубашка найдется короче выбрали три рубашки и теперь теряемся не знаем что как в чем пойти покрутить ромашка вот это вот бордовая короче рубашечка такая сейчас покажем еще так ну что вот такой вариант мы еще рассматриваем рубашечка она как бы идет как белая или немножко такая серым оттенком с каким-то полосочками тоже светлыми ну чё покрутишься звезда ну красота я не могу я влюблена в этого мужчину сейчас покажем еще один вариант вот вариант номер три здесь прям рубашка белая-белая то есть да первый вариант мы вам показывали бордовая вторая была серая такая светлая и вот третья вот это белая-белая крутись давай крутись вау вот это круто короче не знаем не можем определиться сейчас будем устраивать семейное голосование в общем в любом наряде он конечно у нас не отразим но надо выбирать надо все прогладить еще так что как-то так ну а какой наряд по итогу у нас будет вы увидите уже конечно в другом видео видео с выпускного которое мы обязательно тоже будем снимать ну что ребят на этой замечательной ноте мы будем заканчивать наше видео потому что дело еще не в проворот стирка глажка да подготовка к завтрашнему дню я сама еще не знаю в чем пойду надо искать поэтому на этом наше видео будем заканчивать всем как всегда огромное спасибо за просмотр если не подписаны обязательно подписывайтесь на наш канал впереди еще много всего интересного ну а также будем ждать ваши лайки комментарии ну и до новых встреч пока пока пока